Вот интересно, почему же люди не летают над Москвой? Как птицы, что ли, Серёж? Как пассажиры. Например, воздушного такси. Ты что придумал-то? Я по земле хожу, озираюсь, боюсь, как бы меня не сбили. А ты хочешь, чтобы мне сверху теперь прилетало? Нет уж, спасибо, уволчусь. Ну ты только представь, как было бы здорово за 15 минут от Алтуфьева до Пражской. Я отлично могу, Серёж, себе представить, сколько бы это стоило. Неромантичная ты, Рита. Ой, неромантичная. Серёж, да в решении таких вопросов твой романтизм только мешает, и я тебе докажу. Вперёд. Москва с высоты птичьего полёта. Не только романтика, но и прибыльный бизнес. Разговоры о появлении воздушного такси в столице идут лет 15 с переменным успехом. При том, что спрос на эту услугу, несомненно, есть. Люди ценят своё время, да, им нужно добираться куда-нибудь. В частности, в аэропорт, то есть как бы из города в аэропорт и обратно, да, это, думаю, будет самая востребованная услуга. Из вертолёта в самолёт. Ну да, опять же, да, да. И, ну, наверное, всё равно полёты в ближайшие какие-то города, да, которые входят в зону доступности вертолёта, да, беспосадочный перелёт. Я считаю, что это... Ну и, наверное, там и с точки зрения туристической малая часть, я думаю, это будет, естественно, там какие-нибудь свадьбы, туристы. Потому что, насколько я знаю, и в Питере есть подобная услуга, да, то есть там есть вертолёт, они прям... Я сам видел, у них площадка прямо на Неве. Сейчас над Москвой могут летать лишь вертолёты специального транспорта – скорая, полиция, МЧС. По большим праздникам над Красной площадью пролетает военная авиация. Ну и, конечно, подниматься в вертолёте над городом могут первые лица государства. Ближайшая точка от Москвы, где авиатакси работает для всех – Крокус-экспо. Всех наших клиентов, я думаю, что можно разделить на три категории. Это бизнес, люди, которые летают на встречи, на мероприятия, которые проходят за МКАДом. Вторая категория – это дачники, люди, которые в пятницу вечером на вертолёте летят в свои угодья, либо на свои дачи в коттеджные посёлки и так далее. И, соответственно, в воскресенье возвращаются обратно. И мы выполняем экскурсионные полёты для того, чтобы как можно больше людей ознакомилось с возможностями вертолётного такси, с его удобством, с оперативностью. От Крокус-экспо до Внуково – 15 минут полёта на вертолёте. До Домодедова чуть дольше. И не только потому, что оно дальше. Вертолёту просто придётся соблюдать правила – облететь Москву за МКАДом и только потом уйти в область. Полёта по кратчайшему расстоянию в небе над столицей не существует. Говорить, что гражданской авиации летать над Москвой вообще нельзя – неправильно. Можно, но на высоте не ниже 8 километров. То есть так, чтобы тебя не было ни видно, ни слышно. Какое уж тут авиатакси. Впрочем, мечтать о небе и не верить при этом в лучшее – невозможно. Как вот переходили очень с болью и кровью на футы, на метрической системы по высотам. То же самое и боятся сейчас сделать всё над Москвой. Над Москвой буквально год назад было вообще всё запрещено полёты. Но видите, пробили, сейчас разрешили 8 километров и выше – можно летать. Ну, глядишь, через год и разрешат, и ниже. Ничего не мешает. Диспетчера готовы, полёты такие же. Разницы между пролётом над селом Артышкино и над Москвой нет. Однако и тем, кто живёт в селе, и тем, кто выживает в большом городе, не всё равно, что за штука летает над головой. Будет очень шумно. А вот сейчас не шумно от машин. Будет ещё большой шум. Не знаю, мне кажется, будет очень дорого. И это будет мешать ферду экологии. Ну, если будет несколько вертолётов, а не большое количество, то я думаю, что ничего страшного нет. Ну, вообще, это будущее. Ну, как бы, сейчас создаёт очень много машин и так далее. Те же самые самолёты, они тоже летают. Большие бандурины летают. Я уверен, что будут разработаны системы, которые будут отслеживать, будут проложены маршруты таким образом, что они не будут пересекаться со зданием и максимально будут пролегать по существующим магистралям и так далее. Сторонники полётов над Москвой говорят, в других городах это никого не смущает. Например, в Санкт-Петербурге летают вдоль Невы. А по ту сторону океана вертолёт вообще такая же привычная часть городского пейзажа, как, например, автомобиль. Я летал над многими столицами мировыми, такими, ну, и крупными городами. Такими, как Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин. Над Лос-Анджелесом летал Бонд, Кёльн. Ну, такие вот крупные города над Женевой. Никаких проблем это не вызывает. Понятно, что в некоторых из этих городов очень оживлённое воздушное движение, например, в Лондоне или в Нью-Йорке. Там много аэропортов вокруг. Но там проложены специальные маршруты для малой авиации, и никто никому не мешает. В частности, несколько лет назад над Нью-Йорком случилось столкновение лёгкого самолёта и вертолёта. Но после этого никто не запретил там полёты. Просто выяснили причины, что-то подправили. И люди продолжают летать. Но, конечно, летать над городом и в чистом поле не одно и то же. Слишком уж много различных объектов, за которые так легко зацепиться хвостом. Ну, основной момент это то, что всё-таки город имеет маленькую площадь, как ни странно. Вот та же Москва там, она всего 30 километров поперечнике. Поэтому весь полёт от МКАДа, допустим, до центра, занимает 3 минуты на вертолёте. Соответственно, если летает достаточно большое количество вертолётов, то их движение нужно упорядочить. Вот и всё. А так больше сложностей нет. Соответственно, наносятся такие же маршруты движения, например, над Лондоном, вдоль водного рубежа. Над Москвой тоже это будут, очевидно, будут воздушные трассы вдоль Москва-реки или вдоль основных магистралей дорожных. Летать над столицей есть где. В первую очередь, конечно же, Москва-река. Да и над Лосиным островом вертолёты пускать не так страшно. А вот насчёт посадочных площадок сложнее. Те, что есть, используются спецслужбами. И совмещать их с гражданской авиацией вряд ли кто согласится. Это будет очень сильно мешать работе МЧС, работе милиции, работе другим службам, спецслужбам, которые используют эти вертолётные площадки в своих целях. Лучше построить новые, тем более это не так уж проблематично. Вертолётная площадка представляет себя примерно 25 на 25, бетонное покрытие. Десяти новых площадок Москве хватит за глаза. Перевозчики говорят, что готовы начать полёты хоть завтра и обещают устроить настоящую битву за клиентов. В том числе и ценовую. А сколько может стоить вот такой полёт на вертолёте такси? Ну, сложно сказать. Зависит, конечно, от вертолёта. Ну, наверное, в районе 60, наверное, тысяч примерно, лётный час. Если мы берём по типам вертолётов, вот вертолёт Робинсон 44, то стоимость лётного часа на нём 30 тысяч рублей. Нынешние правила полётов уже три года как повёрнуты лицом к малой авиации. Если вы решили по-быстренькому прошвырнуться, например, во Владимир, вам не нужно заказывать полёт за три дня. Сейчас пилоту достаточно просто уведомить диспетчера о взлёте и о конечной точке полёта. Ему предложат целый список маршрутов на выбор. Однако взмыть выше облаков у аэротакси не выйдет. Там проходят пути больших лайнеров, поэтому без диспетчерского сопровождения можно будет летать на высоте 3000 метров. А вот авиалайнеры забираются на 8-10 километров выше. Ограничена малая авиация лишь в местах посадки. Сажать вертолёт на огороде нельзя, даже если это ваша собственность. И огород, и вертолёт. В России есть специальные зарегистрированные площадки для таких случаев. Ну и крупные авиаузлы, конечно, тоже готовы принять малые суда по договорённости с диспетчером. Я понял, небо над огромным городом – это не просто солнце и облака. Это стратегическое пространство. Но не надо себе отказывать в удовольствии летать на малых высотах, на короткие расстояния из-за этого. В Подмосковье огромное количество лётных клубов, так что летайте с удовольствием над лесами и полями. Но даже там не забывайте, в небе есть свои правила движения. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова